Всем привет, добро пожаловать на новое видео, сегодня покажу вам как можно создать свой CSGO на Python с помощью нашей любимой библиотеки Ursino. Поначалу, все как обычно, мы скачиваем готовые ассеты стен, блоков, оружия из нашего браузера в формате PNG и JPG. Далее открываем Sublime Text, закидываем нашу папочку с файлами туда и создаем новый файл, называем его например main.py. Далее нам необходимо импортировать все необходимые библиотеки и создать наше окно для рабочей среды. Теперь мы создадим пол, по которому будем с вами передвигаться и с помощью First Player Controller создадим нашего персонажа и присвоим ему камеру. Карта это будет наша коробка, в которой естественно есть 4 стены и мы добавим пятую стену по центру, пусть она будет просто как барьер. Вы также можете все это изменять прям как вам необходимо. Готовый код можно скачать по ссылке с описания в нашем дискорд сервере. Создаем мы одну стенку, а далее просто копируем и изменяем параметры места расположения и сам ее размер. Теперь нам необходимо сделать оружие, с которым будем стрелять. Работать с 3D графикой я не особо умею, поэтому буду использовать просто обычный желтый куб. Но если вы умеете, то можете скачать тот же самый блендер, нарисовать любую 3D модельку оружия и вставить ее в эту игру. Теперь мы с вами будем создавать наших врагов. Модельку террорист, например, или того же спецназа из игры CS GO, но я буду использовать просто куб и с очень крутой картинкой. Поэтому если вы, повторяюсь, можете нарисовать какую-нибудь прикольную текстурку, то рисуйте, вставляйте ее сюда и все у вас будет работать. Даже можно создать анимацию с помощью гифки, но я решил сделать все попроще и просто поставить кубы. Выдаем им базовые параметры и указываем, где они у нас будут спавниться с помощью юниформа. Это та самая, так сказать, дополнение к рандому, которым будем с вами использовать. Теперь создадим функцию DevUpdate, которая у нас будет отвечать за респавн наших мобов и стрельбу. Здесь мы настраивали наши движения, чтобы наши враги бежали именно на нас. С помощью DevInput мы будем сравнивать, на какую клавишу мы нажали, и если мы нажали на правую кнопку мыши, точнее на левую кнопку мыши, то тогда персонаж будет сначала удаляться, а потом появляться в рандомном месте по тем же параметрам, которые мы указывали ранее. Указываем координаты ихнего спавна, и в принципе все, наша игра готова, и мы ее сделали примерно за 4 минуты. Давайте теперь мы с вами посмотрим, что же у нас все-таки получилось. Запускаем нашу игру, и видим вот наши кубики, по которым можно стрелять и убивать их, и даже тренировать свой АИМ. Текстурки можно менять, рисовать свои, делать все что угодно, я вам просто показал базу. Если мы собираем много лайков, то можно снять даже продолжение. У меня в принципе есть идея, что тут можно дорабатывать. Ну а на этом все, всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте оценивать это видео лайком или дизлайком, подписываться на канал. Всем удачи и всем пока!